Антитеррористические учения пройдут в самое ближайшее время на всех критически важных объектах социальной и промышленной сфер Югры. Таких в Хантамансийском автономном округе насчитывается более трех с половиной тысяч. Мы уже давно привыкли к турникетам, магнитным рамкам на входах в учреждения, досмотрам багажа в аэропортах, на вокзалах, но современные реалии требуют все большего внимания к обеспечению безопасности. Новое положение о пропускном режиме в школах приняло правительство Югры. В нем предусмотрены меры, которые позволят повысить степень защищенности детей и педагогов на территориях образовательных учреждений. Документ разработан по поручению губернатора Натальи Комаровой и учитывает положение федеральных нормативно-правовых актов, опыт других субъектов Российской Федерации, а также рекомендации Росгвардии и окружной полиции. Что предписано школам новым регламентом и как работают охранные службы на значимых социальных объектах, узнала Оксана Ярославцева. Практически все школы и детские сады уже оснащены такими средствами защиты от потенциальных угроз, как рамка металлодетектора и турники. У школьников, педагогов и сотрудников есть свои собственные пропуски. В режиме 24 на 7 работает система видеонаблюдения, которая позволяет контролировать ситуацию в классах, рекреациях и на прилегающей территории. Камеры видеонаблюдения, сегодня их 33 внутренних и 21 внешняя камера. Мониторы с изображением всех камер находятся на посту у охраны и дублирующие на посту у вахтёра. Если где-то что-то вызывает сомнения, они выводят изображение камеры на весь монитор, что позволяет им, в общем-то, чётко и видно, видеть, что происходит и где. Записи с камер видеонаблюдения хранятся 31 день. Доступ к архиву ограничен, просмотреть материал могут только сотрудники, обеспечивающие работоспособность этой системы. На входе в школу на посту имеется стационарная тревожная кнопка и ещё два мобильных сигнальных пульта у охранника и вахтёра. Приходилось воспользоваться на прошлой неделе, когда на территории образовательного учреждения. В позднее вечернее время молодые люди перелезли через забор и пытались немножко тут вести себя не очень корректно. В этом случае представитель охраны нажала на тревожную кнопку. В течение четырёх с половиной минут группа быстрого реагирования была на территории. Причём в вечернее время у нас калитки все закрыты, поэтому нежданные гости проникли через забор, так и группа быстрого реагирования тоже проникла через забор. Но они это делают очень быстро и ловко. В специальный реестр в Сургуте включены порядка 500 объектов. Из них большая часть учреждения социальной инфраструктуры, культуры, спорта, здравоохранения, образования. В 2022 году на укрепление комплексной безопасности объектов образования выделено порядка 300 миллионов рублей. Что сюда входит? Здесь у нас, значит, входит монтаж видеонаблюдения, охрана сигнализации, услуги частных охранных предприятий и обеспечение системой тревожного оповещения. Все объекты, которые у нас включены в реестры, в территории сети поседательств, в настоящее время отвечают всем требованиям безопасности. И обследуются комплексно, как самими руководителями объектов, так и совместно с силовыми органами, в соответствии с профильными постановлениями. К сожалению, мы подошли именно к такому периоду, что в данных вопросах обсуждение финансовой стороны в принципе неуместно. И в округе есть эти средства. Я думаю, что в конце октября, в первой декаде ноября, мы уже сможем подвести первый итог комплекса мероприятий, который уже практически идет. Это касается и проведения учений, и выполнения конкретных мероприятий на каждом объекте защиты. Школы также самостоятельно проводят среди сотрудников и учащихся различные инструктажи и тренировочные мероприятия. А на случай экстренной эвакуации из здания заключены договоры с близлежащими учреждениями, где можно будет временно разместить детей. Дети на уроках ОБЖ, вот после тех событий, которые происходят в других городах, в других регионах, мы отрабатываем все эти вещи на практике. Например, когда случилось ЧП, известное с вооруженным нападением, учитель ОБЖ отрабатывал с детьми на уроках, как правильно себя вести в случаях той или иной нештандартной ситуации. Точно так же он отрабатывал со всем педагогическим коллективом, для того, чтобы учителям уже понимаем, что если педагог будет неграмотно действовать в этой ситуации, мы будем подвергать детей наших опасностей. Вплоть до того, что на уроках ОБЖ он учит, как правильно строить баррикаду в дверях, если вдруг нет возможности закрыть учебный кабинет изнутри, как правильно, используя все подручные средства, стулья, парты, построить баррикаду, чтобы преградить вход. Новое положение правительства округа документально закрепляет обязанность оборудовать в образовательных учреждениях входные двери, запасные выходы прочными запорами и электромагнитными замками. Охранники должны досматривать груз автомобилей, въезжающих на территорию. Ужесточается пропускная система. Посетители, родители в том числе, смогут войти в школу, только предъявив документ. Пришедшего гостя сопровождают педагог или администратор. Накануне массовых школьных мероприятий классные руководители передают на пост охраны списки посетителей, заверенные подписью директора и печатью образовательной организации. Родителям с опытом, у кого уже не первый ребенок ходит в школу, есть с чем сравнивать. Когда первое было, там все было гораздо проще. Пройти в школу можно было без определенных согласований, действий. Никаких правил посещения там не было. Первое это было 15 лет назад. Сейчас все гораздо серьезнее. И я считаю, это правильно. Столкнулся сам уже с этим. Ребенка сюда привел. Значит, нужно было медицинскую карту привезти самостоятельно. Вот проверили на входе паспортные данные. Дали человека, который сопроводил медицинский кабинет, вывел обратно. Меня не напрягает. Как с самолетами представить, как в самолет. Раньше там напрягались, а потом все понимают, что это все достаточно серьезно. Да, мы уже давно привыкли к турникетам и магнитным рамкам на входах в учреждения, досмотрам багажа в аэропорту и вокзалах. Но современные реалии требуют все больше внимания к обеспечению безопасности. Мы так и не поняли, что мы живем уже совершенно в другое время. Вот было до и сейчас. В аэропорту досмотр. Приятные, симпатичные, вежливые женщины просят пассажиров распорять багаж. Вот, ручную кладь. Меня тоже просят. Я достаю. Я говорю, слушайте, раньше никогда аппараты не смотрели. То есть, раньше по-другому было включить. Я говорю, слушайте, ну я знал бы, батарею туда хоть ставят. Работа сотрудников воздушной гавани «Сургут» выстроена в соответствии со всеми правилами, которые определены регламентом транспортной авиационной безопасности. Проводится перечень мероприятий, определенных антитеррористической комиссией ЮГРЫ. Для любой ситуации прописан алгоритм действий. Бдительность сотрудников соответствует тем требованиям, которые предъявляются. Бдительность она либо есть, либо ее нет. Самое главное внимание уделяется недопущению на территорию аэропорта запрещенных к проносу предметов, веществ, недопущению людей, не имеющих права прохода на контролируемую территорию, либо в зоны транспортной безопасности. Вся служба нацелена на то, чтобы выявить попытки подготовки акта незаконного мешать всю деятельность аэропорта. Пассажиры проходят несколько уровней досмотра. Поведение людей фиксирует система видеонаблюдения. При возникновении каких-либо подозрений служба безопасности незамедлительно реагирует. Четко прописан перечень мероприятий, которые проводятся, чтобы локализовать угрозу и устранить возможность совершения противоправных действий. Пронести на борт нечто запрещенное тоже не получится. Вступить в сговор с сотрудниками аэропорта не удастся. Все четко определено. Там нет никаких лазеек, которые можно было бы избежать. Самое главное, чтобы их соблюдать, эти требования. Но они в нашем аэропорту соблюдаются. То есть мы строго подходим к тому, что разрешено и то, что запрещено. Выходить за рамки. У нас и существует несколько уровней контроля за деятельностью сотрудников, которые осуществляются ежедневно, на постоянной основе. То есть они не то, что там ежедневно. То есть они просто в текущем режиме осуществляются. Соответствие действий сотрудника контролируется. Поэтому в случае каких-то там возможных непредвиденных ситуаций происходит реагирование. Бывали случаи, когда у пассажиров при себе обнаруживали и оружие, и боеприпасы. При выявлении незамедлительно вызываются сотрудники полиции, проводятся мероприятия, люди задерживаются, устанавливаются причины. И явилось ли данное действие попыткой яхты незаконномешательства, либо же это просто какая-то оплошность человека. Тоже ситуации разные происходили. И выявляли предметы с признаками наличия паров взрывных веществ. Были ситуации, когда я приходил эвакуировать людей из серого взала. Но, слава богу, все эти закончились ничем. То есть все закончилось просто тренировочным мероприятием. В Сургутском воздушном порту в обеспечении транспортной авиационной безопасности задействованы порядка 250 сотрудников. Есть в штате и кинологи. На страже защиты жизни и здоровья граждан стоят собаки, специально обученные на обнаружение взрывчатых веществ. Обмануть носы, лапы, хвост точно не удастся. И потому именно они проводят финальный, скажем так, досмотр багажа перед погрузкой на борт воздушного судна. Конечно же, по-взрослому полноценно и ответственно необходимо обеспечивать безопасность и на больших международных объектах, и в маленьких школах. На территории Югры размещаются более 3,5 тысяч учреждений социальной и промышленной сферы, внесенных в список критически важных. Везде в ближайшее время состоятся учения, по итогам которых будет дана оценка готовности к нештатным ситуациям. Оксана Ярославцева, Денис Зонов, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное».